Саламат Стармахрумитте Ватандастар Я сделал довольно большой перерыв, последний раз выступал в прямом эфире неделю назад За это время произошли разные события, накопились новости, ко мне поступили вопросы Я решил начать рабочую неделю, именно новую, стартовую, с эфиров, именно посвященную этим вопросам и ответам Сейчас мировые цены на нефть в связи с тем, что сильно упали, ведут массовые сокращения нефтегазовой индустрии И ко мне обратились с вопросами Вот пишет нефтяник из Мангустал Он говорит, что по итогам месяца ему сократили зарплату на 50% И когда он задал вопрос, как же так, я получал 300 тысяч тенге, а теперь у меня зарплата 150 тысяч тенге Ему объяснили, что мировые цены на нефть упали в два раза Ну твоя зарплата тоже сократилась в два раза Вот такие объяснения ему дали И вот он мне задает вопрос, имеет ли право такое делать компания Что неужели нет никакой защиты И вообще что делать? Ну, во-первых, очевидно, что компания в одностороннем порядке это делать не может У вас есть трудовое соглашение, есть в конце концов контракт Которым оговаривается размер вашей заработной платы и условия, когда вы его получаете Я не сомневаюсь, что там не может быть такого договора, что вы по итогам месяца, когда его отработали Вдруг ваша зарплата сократилась в два раза Другой вопрос в том, что вы должны отстаивать свои права И я уверен, что механизмов даже при действующем законодательстве Нурсултана Назарбаева, КЗОТИ или других трудовых соглашениях У вас возможности оспаривать это очень много Ну, на самом деле, конечно, я знаю, что в связи с тем, что обычно нефтегазовые предприятия своего рода монополисты в регионах Если это предприятие сократит или еще уволит, то человеку трудно найти работу Поэтому многие просто скрипят зубами и принимают любые условия Знаю, что многие из вас получили сокращение по заработной платы минимум на 30% Тоже со ссылкой на кризис в мире по ценам на нефть Ну, на самом деле, уважаемые друзья, цена на нефть никаким образом не зависит Не связана с вашей заработной платой Если идти от этой логики, что цена на нефть в два раза упала, поэтому зарплата ваша в два раза сократилась То спрашивается, когда цены были, скажем, высокие Разве работодатель вам выплачивал премии Доплатой говорил, что цены на нефть поднялись Они весь 17-й год, 18-й год вверх прошли, шли, шли А ваша зарплата же от этого никаким образом не зависела Это владельцы этих предприятий, акционеры Как правило, это скрытый владелец Назарбаев через Тимура Кулебаева или еще как-то И они, когда цены росли, они получали максимальный доход И это никаким образом не отражалось на вашей зарплате И, конечно же, когда цены упали, вдруг этот работодатель неожиданно вам говорит Что ваша зарплата сократилась в два раза, ставит, по сути, вас перед фактом Это, конечно же, прямое нарушение и трудового договора И вообще всех существующих законов Нурсултана Назарбаева, которые у нас есть в стране Я знаю, что профсоюзы, которые есть сейчас в Казахстане, они все под пятой власти Что они не могут представлять реальные интересы работников Что там, по сути, предатели И они, если что, сразу подвергаются давлению Ну, особенно в Магисталу было немало случаев, когда лидеры профсоюзов арестовывали Сажали в тюрьмы на пару лет, на три года Потом условно-досрочно отпускали и так далее Это мы знаем Поэтому, конечно же, здесь, в данном случае, если вы не считаете возможным опереться на силы профсоюза Можно организовать коллективный иск Можно просто работникам объединиться Поднять трудовые договора Оплатить работу юриста И начать судиться При этом, у вас есть право организовать всю общую забастовку Это в соответствии с законодательством Вы, если объединяетесь Затем выдвигаете требования И если работодатель не соглашается Вы можете организовать забастовку Это у вас право есть по законам Назарбаева Даже по законам Назарбаева Ну а что вы хотите Если вы молчите Если вы все глотаете То работодатель и власти будут с вами делать, что хочешь То есть, за свои права всегда надо бороться Всегда противная сторона должна знать Что в случае чего у нее будет проблема Что вы можете обращаться в суды Организовывать стачки, забастовки Ну вот я пример во Франции приведу Когда здесь принимали закон о пенсионном обеспечении На взгляд население Франции не очень правильное Здесь была такая мощнейшая забастовка Было парализованное движение в Париже Поезда не ходили и так далее Это я вот видел больше месяца И затем правительство дало задний ход Ну вот видите, демократическая страна У них есть масса возможностей Судиться Суды независимые Организовывать митинги Это право любого гражданина На выборах не голосовать за этих чиновников Но тем не менее Они выходят на массовые митинги И таким образом защищают свои права И более того Организовывают стачки, забастовки Просто парализуют Поэтому Ну а что вы хотели? Если вы будете молчать И скулить просто Вот с вами там будет так обращаться Как с бродячей собакой Пинать будут Вы знаете, как к нам относятся У нас Многим Бродячим собакам Не защищает Животных и так далее Унижает Вот собственно Вот такая будет участь Те, кто не имеет возможности Или не хочет Или боится защищать свои права Поэтому не удивляйтесь Здесь надо объединяться Подавать коллективные иски И бороться Вот Мой вам ответ Вот А если вы не будете бороться Вас в любой момент сократят Выкинут на улицу Я знаю, что вот с 1 июня Ряд крупных нефтяных компаний Уже объявили о массовом сокращении И Вы Если будете просто как телята Козлята ходить Об вас будут вытирать ноги Это в жизни Вот так Везде устроено Поэтому защищайте свои права Что я могу вам сказать Дальше Мне задают вопрос Уже Такой горячий вопрос По запрету Вот пишут Прокомментируйте Дайное решение Исильского суда Города Астаны О запрете Движения Партии Кощеп Ну Я по этому поводу Недельно назад комментировал Но за это время Очень много активистов Движения Вышли Ходили Я знаю С требованием Чтобы выдали решение Исильского суда На руки По моему 12 активистов И Подверглись фактически Нападению Комитета национальной безопасности Которые Вообще непонятно С какой стати Он напал на этих людей Они просто пришли Потребовать Получить решение суда Я знаю Что Сейчас Организован коллективный иск От Активистов Движения Партии Кощеп Которые Подали В суд Ну и вообще Решение очень странное Что она вступает Силу немедленно Апелляции нет Вообще Никто не участвовал Со стороны Инициаторов Движения Кощеп В этом процессе Никто не видел Итогов расследования Просто объявили Что вот Исильский суд Вот так сказал Ну Видно что Механизм тот же самый Который был применен В 18 году Против движения Двк Идентичный Но здесь Власти Прочитались Прочитались Почему Потому что Здесь Именно в Казахстане Движение Коще успел Раскрутиться Только в чатах У них было Более Более 170 тысяч Человек И реальность Такова Что люди Во всех регионах Страны Выходят И требуют Отменить Это незаконное Решение Показать Аргументы Ну Аргументов Они конечно Безусловно Нет Ну Я Скажу Так Что если Прокуратура Суд Это решение Не покажет Это просто Покажет Только Незаконность Действий Исильского Суда И прокуратуру А если Покажет Снова Стенка Снова Посмещище Потому что Там будут Такие Формулировки Бездоказательные Не аргументированные Не те Которые Опираются На нормы Нашего Закона Поэтому Сейчас Исильский Суд Собственно Сам режим Находится Очень в трудном Положении Я сейчас Знаю Что Активисты Считают Что им Решение Не дадут Ну Не дадут Значит Будет Скандал Это будет Безусловно Будет Международное Давление Оно Безусловно Будет Казахстан В этом Случае Будет Четко Сказано Что Нарушает Все Международные Договора А именно О свободе Политических Партий Свободе Возможность Создания Общественных Организаций Свободе Слова И все Прочее И вот Это Яркий Пример Бандитские Решения Которые Они даже Показать Не хотят Боятся Ну Я уж Приглашая Ни на кого Никого На этот Процесс Следственный Который Якобы Провел МВД Ясно Что у них Никаких Следственных Действий Не было Собрались Они В кабинетике Их вызвали У Карима Масимова Карим Масимов Дал указание Всем Судьям Прокуратуре Министерство Внутренних Дел Чтобы вы Знали Что Всем Этим Вертит Комитет Национальной Безопасности В лице Карима Масимова Суды Не являются Независимыми ЭВД Это просто Их собака Министерство Внутренних Дел Собака Назарбаева Который По команде КНБ Бегает Кусает Ну а прокуратура Просто шлепает Бумаги Хотя должна Следить за Законностью Ну собственно Вот поэтому Если говорить О Запрете Власть Сейчас В труднейшей Ситуации В труднейшей Ситуации Покажет решение Плохо Не покажет Еще хуже Ну собственно Сейчас Они станут Не только Посмещен Этот режим Но это Любое Публикация Любое решение Публикация Этого решения Собственно Сам судебный Процесс Процесс Который Сейчас Организовали Активисты Партии Куше В любом Случай Приводит К тому Что Власть Сама себя Дискредитирует Вот Собственно Итог Будет Здесь У меня Следующий Вопрос Он Часто Встречался Я на него Ранее Отвечал Но Видимо Новые люди Вовлекаются В политический Процесс Они мне Задают Вопрос Какое Будет Отношение К религии После Прихода Власти Политического Движения Демократические Выборы Казахстана Я в своих Уступлениях Многократно Говорил Что мы Будем Строить Демократические Государства Где Во главе Угла Будут стоять Права Человека Мы будем Ориентироваться На ведущие Страны Мира Это как В спорте Мы Ориентируемся На Чемпионов Те Которые Добились Лучших Успехов Во всем В экономике В политике С правами Безусловно Все это Напрямую Связано С правами Человека Там Где Права Человека Наибольше Защищены Там И Просветающая Экономика И Высокий Уровень Жизни Собственно Это Америка И все Ведущие Европейские Страны И так В этих Странах Абсолютная Полная Свобода Религии Никто Не может Преследовать За Религиозные Любому человеку Который Принимает Ту или иную Религию Вообще Никто Никаких Ограничений Ни преследований Вообще Невозможно Поэтому Мы будем Соответствовать Всем стандартам Международным Стандартам Который Между прочим Казахстан И подписал Но тем не менее Мы все Прекрасно знаем Что это Не соблюдается Любые люди Которые Придерживаются Ту или иную Религии Они преследуются Обвиняются Там терроризм Экстремизм Или еще что-нибудь Подбрасывают литературу Якобы запрещенную И все прочее Я считаю Что если Мы говорим Строим Демократическое государство Как ведущие Страны мира Значит У нас должна быть Полная свобода Совести Полная свобода Вероисповедания Полная свобода Заниматься Политической деятельностью И никто Не может Преследовать За инакомыслие Вот собственно Эта позиция И эта платформа Которую мы будем Реализовывать Здесь Здесь мне задают вопрос Следующее Это Насколько законно Продажа национальных парков Парков в горах Алматы Ботанического сада Алматы В частной руке И вообще Разных парков По стране Ну я вижу Разные так называемые Контракты Подписывают Продают И все прочее Что касается Национальных парков Уважаемые друзья Национальные парки Они всегда Прилежат государству Во всем мире Другой вопрос Что на территории Национальных парков Разрешается строить Например Зону отдыха Кемпинги Какие-то еще вещи Но которые Не нарушают Концепцию Сохранности И развития Национального парка Чтобы это не повлияло На флору Фауну Ну то есть На все Чтобы сохранить И развитие Национального парка В Америке Есть известный парк Который Имеет объем Услуг Продаж Говоря коммерческим языком Где-то порядка 12 миллиардов долларов И 3 миллиарда долларов Уходит на содержание То есть Это огромные парки Это система управления парками Вот представьте 12 миллиардов долларов Это считать Что половина бюджета Нашей страны Это приносит парки Есть парки в мире Которые приносят В год 30 миллиардов долларов Это как Бюджет всей нашей страны Уже Представляете Масштаб Вот Поэтому национальным парком Безусловно Государство должно Правильно управлять И территории там Не продаются Там только разрешается Осуществлять тот или иной Вид хозяйственной деятельности Но очень ограниченные Которые не позволяют Там Портить окружающие средства Нарушать экологические нормы Разрушать экосистему А так В остальном Все эти правила Должны быть четко Отрегулированы И Частные компании Там могут присутствовать Но В целом Национальные парки Они все государственные Насколько я вот Успел посмотреть Теперь Что касается Различных парков Ну Ботанический сад Например Балматы Я этот сад Хорошо знаю Я помню Что Ну еще в восьмом году Мы ряд бизнесменов Объединились Тогда и Магалитас Магометов Был мэром Алматы И мы хотели Просто Сделать Из него Очень красивое место Как вот Например В Англии В Лондоне Есть один из Красивейших парков Мира Я так даже так скажу Риджинс парк Мы собирались Бизнесом Проспонсировать Построить там Ну Красивую инфраструктуру Ну Так Чтобы люди Могли отдыхать Сделать Бесплатный парк На территории Которого Будет инфраструктура Кафе Рестораны Зоны отдыха И так далее Это так делается Во всем мире Ну Недавно Я увидел Что в Алматы Этот ботанический Сад Попал в руки Булата Утимбратова Я Собственно Хотел бы По этому поводу Ряд комментариев Сделал Да Сделать Но У нас же Как народ В связи с тем Что не очень четко Представляет Кто кому Чего На каких условиях Были ли тендеры Где концепция Очень так Скажем Не четко Понимают И Начинает восторгаться Тельными действиями Тельных людей Но Парк В Алматы Ботанический сад Он небольшой По-моему Порядка Болокола Ста гектаров И Это одно Из красивейших мест И Ну Слушайте Когда у города Такой бюджет Город Обязан Был Сделать его Одним Из таких Красивейших мест Города Если Городу Не хватает Денег То Можно было Привлечь Спонсоров Которые пожертвуют Деньги Ну и В мире Как делаются Специальные таблички Аллеи Оставляются Фамилии Спонсоров Чтобы Люди знали Кому Они Должны быть Благодарны А теперь Я вижу Что Приезжает Тукаев У Тимуратов Бывший помощник Назарбаева Ходит Показывает Рассказывает Какие-то Небольшие Деньги Инвестировал Недавно Тот же Самый У Тимуратов Пожертвовал Деньги На Махтарале Где Наводнение Было Ну и Вот Собственно Какие-то Такие Пожертвования Мелкие Делаются Скажем При тех Ильных Процессах В Атрав Ой Не ватрав А В Южном Казахстане Когда В прошлом Году Был Взрыв Когда Военный Склад Зарвался Там По-моему Тоже Была Небольшая Сумма Пожертвована Я хочу Сказать Следующее Мы Должны Четко Различать Ну Во-первых Такого Рода Проекты Вот Так Называем Благотворительные Это Делало Действительно Людей Самих Бизнесменов Мы Здесь Должны Благодарить Безусловно Если Эти Люди Зарабатывать Деньги Честные И так Далее Давайте Мы Посмотрим Кому Обычно Такие Парки Достаются В данном Случае Булату Тимуратов Я Вам Так Скажу Это Карман Кошелек Нурсултана Назарбаева Который Владеет Многомиллиардным Состоянием Только Журнале Forbes Говорится О его Состоянии Там Свыше Трех Миллиардов Долларов Что Такое Состояние Помощника Нурсултана Назарбаева Который Ни дня Не занимался Бизнесом Ни дня И вдруг Раз Будучи Помощником Назарбаева Стал Миллиардером И вот Сейчас Люди Благодарятся То что Он там Пожертвовал Какие-то Шесть Миллион Долларов Я скажу Вам Один Пример Не буду Далеко Ходить Возьмем Восточный Казахстан Есть Предприятие Кассын Так вот Это предприятие Практически Бесплатно Попало В руки Нурсултана Назарбаева Там Было Подставное Лицо Помощник Его Булату Тимурату Который На Свои Структуры Оформил Его Рыночная Стоимость Этого Предприятия Была Шесть Миллиардов Долларов Сейчас Если вы Зайдете Открыто Баланс Предприятия Посмотрите Ну допустим Несколько лет Назад Вы увидите Что Кассын Приносит Год Где-то Семьсот Восемьсот Миллионов Долларов Это Предприятие Практически Бесплатно Ушло В карманы Нурсултана Назарбаева И Подставным Лицом Булат Утимуратов И Теперь Тот самый Национальный Фонд В 2013 По моему Году 29% Акции Покупает За 1 Миллиард Шестьсот Пятьдесят Миллионов Долларов 1 Миллиард Шестьсот Пятьдесят Миллионов Долларов Предприятие Которое Просто Было Украдено У страны И Фактически В итоге Это Предприятие Приблизительно Оценивало Шесть Миллиардов Долларов В итоге Попало В руки Компании Глинкор Швейцарской А там Понятно Вдолье Сидит Нусултан Назарбаев Я вам Привожу Один Пример Я даже Вам Не говорю О золоте Которое Монополию В руках Назарбаева И тоже Через Разные Схемы Было Захвачено Помощником Его Булатом Утимуратовым И Таких Бизнесов Очень много Которые Пользуясь Именно Административным Назарбаевым Извините Ричагом Политической Власти Нусултана Назарбаева Все это Было Присвоено Только Касцинг 6 миллиардов Долларов И вот Представьте Теперь Сбрасывает 6 миллионов Долларов Махтарал Все Аплодируем Говорим О молодец Здорово Или Тот же Самый Тимур Кулебаев Официальное Его состояние Вместе С женой Свыше 7 миллиардов Долларов Эти люди Присваивают Себе Национальные Парки Строят Тебе Огромные Коттеджи Строят Лыжные Базы И что Делают Люди Они Радуются Что они Пожертвовали Какие-то Там 10 миллионов Долларов Вот как Недавно Фонд Бригемис Создали Они Пожертвовал Тимур Кулебаев 10 миллионов Долларов Ну Извините Этот Человек Присвоил Собственности На Миллиарды Долларов И теперь Он 10 миллионов Долларов Пожертвовал Все Радуются Или Булат Назарбаев Поехал Тот же Самый Юг Казахстана В районе Бахтарала Чардары Сделал Бесплатный Плов Вытащил Из кармана 10 тысяч Долларов Всем по 100 Долларов Раздал И опять Народ Счастлив Вот Вот Поэтому У меня Отношение Ко всем Этим Паркам Присутствие Вот этих Людей Следующие Они Крадут Миллиардами Потом Мелкие Подачки Раздают Народ Счастлив Радуется И не Видит Зерно Не Видит Благодарит Их За то Что Украли На Миллиарды Долларов И там Небольшую Там Щепоточку Отцепили И все Аплодируют Вот у меня Какое Отношение Когда Эти Парки Национальные Отрезаются Передаются И они Там Устраивают Что хотят Законы В нашей Стране Не Регламентированы Национальные Парки Не Развиваются Не так Как в Америке Даже Не так Как в Африке Вот Собственно У меня Мой ответ По Передаче Ботанических Садов И парков Частные руки Это По сути Кража Национальных Богатств Очередная Кража Уже Кроме Того Что Природные Ресурсы Еще И Крадутся Эти Парки Вопрос Следующий Когда Объявят День Митинга Если Карантин Только На Бумажке Да Уважаемые Друзья Я Вчера Разговаривал С Некоторыми Людми В разных Регионах И Восемь Регионов Объявлено Что Якобы Там Больше Семи Процентов Заражения Что Карантин Продлили До Восьмого Июня И спрашиваю Людей Они говорят Вообще Ничего Нет Они говорят Коронавирус Если есть Его Ничтожно Мало Реально Блокпосты Сняли Все Открыли Все Работает В автобусах Мы Ездим Просто Все Переполнено Никто Масок Не носит Что Называется Дышим В упор Друг на Друга И в этих Условиях Когда Все Открыто В автобусах Все Переполнено Непонятно А что Тогда Не открывают Кафе Рестораны И другие Мелкие Заведения Если Карантин Как такового И нет Действительно Это правда Это повсеместно То есть Как такового Карантина Не было То есть Тот механизм Карантина Который был Ошлен Такаевым Назарбаевым Он просто Нанес Непоправимый Убыток Людям И я уверен Что Никаким образом Это не Помогло Людям Сохранить Здоровье Потому что Это было Одно Название Карантина И вот Мне задают Вопрос Когда Будет Объявлен День Митинга Мы Ранее Говорили Как только Завершится Карантин Будет Объявлено Что Карантин Завершен Мы В течение Недели Объявим О Дате Проведения Митинга Ну Знаете Человек Который Просидел В тюрьмах Разных Около Пяти лет Понимает Обычное Поведение Человека Что Происходит Когда Люди Закрыты В помещении А многие Из вас Ну могли Только выходить На улицу В магазин Конечно Это не Полное заключение Но тем Не менее Когда Нарушается Привычный Ритм Жизни По сути Дела Вы Ограничены Возможности Перемещения Если что Вас Оштрафуют И конечно После того Как У вас Появилась Возможность Пойти На работу Выехать В город Погулять В парках Это Общеизвестный Факт Что в этом Случае Происходит Человек Начинает Дышать Воздухом Смотреть Внимательно Разглядывать Природу Решать Какие-то Свои Бытовые Вопросы Ходить В магазины Покупать Вещи Детям Которые Уже За это Время Выросли Относительно Прошлого Лета Сейчас же Лето Наступило Уже Поэтому Я прекрасно Понимаю Что Какой-то Момент Наступает После Карантина Когда Ну Не меньше Месяца Человек В это Состояние Новое Встраивается И Ну Много Проблем И правильно И на Работу Нужно Сходить И Сохранилась Ли Эта Работа И какие-то Бытовые Вопросы Решить Собственно Именно Поэтому Я Сделал Недельный Перерыв Потому Что Я Увидел Что Активность Людей Спала И Мы Видим Что Это Происходит По всей Стране Поэтому Когда Ну Я так Понимаю В ближайшее Время Все-таки Режим Объявит О том Что Карантин Завершился Именно Тогда Мы Объявим О проведении Дня Митинга Ну И Уважаемые Друзья Вам Я считаю Что Нужно Внутри Определиться Готовы Ли Вы Выходить На Митинг Мы Сделаем Опрос А ситуация Многим Воспринимается Еще В розовых Красках Считается Что Вот Сейчас Карантин Завершится И Все Восстановится К сожалению Это Не Так Уже Власть Признает Вот Я Я видел Репортаж Хабара Которые Сказали Что Уже Полмиллиона Безработных Есть По Регионам Это Только Фактически За Один Месяц А Количество Безработных Что Может Достигнуть Четырех С половиной Миллиона То есть Каждый Второй Будет Безработный Тенгреньюз Уже Выдал А я Больше Месяца Назад Говорил Что Вот К сожалению Вот Такая Будет Ситуация И Поэтому Я думаю Что Нашим Гражданам Нужно Адаптироваться Посмотреть Убедиться И Мы Когда Завершится Карантин Объявим О дате Проведения Митинга И Вам Здесь Нужно Для себя Решить Готовы Вы Выходить С Требованиями Экономического Политического Любого Характера И Время Просто Вам Покажет Что Ничего С этой Властью Не Изменится К улучшению Ничего Не Будет Поэтому Дело Иначе Говоря Спасение Утопающего Это Дело Рук Самого Утопающего Поэтому Мы Скоро Объявим Конечно Как Будет Завершен Карантин Следующий Вопрос Меня Спрашивает Как Организовать Митинг Если Всех Задерживают Если На одного Протестующие Двое Полицейских Уважаемые Друзья В нашей Стране 18,5 Миллион Человек Живет Из них Взросло Население Минимум 11 Миллионов Ну 12 Миллионов Если Быть Точно Даже Если Считать Что Протестующих По всей Стране Будет Всего Лишь 500 Тысяч Формула Что Якобы Два Полицейских На Одного Протестующих Не Работают Тогда Должно Быть Полицейских Один Миллион Человек Чтобы Вы Знали В нашей Стране Вот В таких Городах Например Для сравнения Приведу В Алматы И в Астане Если Власть Сильно Мобилизуется Просто Вот Напряжется Они Больше Трех Тысяч Полицейских Не Соберут А в Алматы Проживает Больше Двух Миллионов Человек В Астане Не Меньше Миллиона И Что Такое Три Тысячи Полицейских На Один Миллион Человек Ну Точно Ведь Не Один Двух Правильно И Поэтому Когда У меня Спрашивает Как Организовать Митинг И Говорят Вот Полицейских Много Нет Протестующих Мало Ну Хорошо Вот Допустим В Алматы Будет Или В Астане Три Тысяч Полицейских Ну Надо Добиваться Как Минимум Десятикратного Перевеса То Есть Если Выйдет Тридцать Тысяч Человек В Алматы И Если Они Мобилизуют С районов Вот В этом Случае Только Они Могут Собрать По Три Тысяч Человек Все Десятикратный Перевес Двадцатикратный Перевес А вы же Знаете Чтобы Одного Человека Задержать Они Налетают Минимум Четыре Руки За руки За ноги Поднимают Несут Потом Еще Машина Должна Быть То есть Фактически Чтобы Одного Человека Задержать Нужно Шесть Полицейских Вот Представьте Себе Что На митинг Выходит Пятьдесят Тысяч Человек А Чтобы Исправиться С Пятидесят Тысяч Им Нужно В шесть Раз Больше То есть Триста Тысяч Полицейских Нет Такого Количества В нашей Стране Полицейских Я Цифры Называю В Алматы В Астане Если Власть Сильно Мобилизуется В лучшем Случае Наберет По Три Тысячи В областных Центрах В основном По всем Областным Центрам Они Не Соберут И Полутора Тысяч Человек А В областных Центрах Живет Четыреста Пятьсот Тысяч Человек В Шимкенте Например Живет Больше Миллиона Вы Понимаете Что Такое Полторы Тысяч Человек Против Такого Большого Количества Населения Поэтому Очень Просто Когда Говорят Что Мы Не Можем Никак Дойти До Места Не На протест Выходит Мало Все Очень Просто Надо Просто Решить Не Ждать Соседа Не Говорить Что Вот Пускай Там Бэтмен Прилетит Или Там ООН Пускай Придет Или Иностранные СМИ Пусть Напишут Это Наша Страна И Кроме Нас В ней Порядок Никто Не Будет Наводить А Если Вы Вдруг Скажете Что Пусть Там Америка За Нас Наведет Вот И Все Тут У меня Конкретный Вопрос По Казларде Задает Вопрос Уже Казлардинцы Почему Такое Запущенное Состояние Казларды Это Бывшая Столица Казахстана Да Это Была Бывшая Столица Казахстана И Конечно Это Вопрос Вполне Резонный Я Могу Вам Так Сказать Уважаем Друзья Это Конечно Не Только Позор Это Просто Яркий Показатель Что Регион Богатейший Регион На самом Деле Да Со Сложным Климатическим Условием Но Богатый Регион Является Бедным Нищим Люди Живут В бедности Нищете Вся Инфраструктура Убитая Но Давайте Мы Посмотрим На цифры Вот Длительное Время Этот регион Добывал Только Непти Свыше 11 Миллион Тон Для Сравнение Я хочу Сказать Возьмите Эмират Дубаи Все Время Его Привожу Привожу В пример Так Вот В Эмирате Дубаи Живет Более Трех Миллионов Человек И Добывается В нефти Около Четырех Миллион Тон Не Объединенные Арабские Эмираты Там Есть Абудави И другие Суммарно Семь Федерации Семь Регион Семь Эмиратов Я Говорю Об Эмирате Дубаи Которая Автономная Имеет Собственный Бюджет Это Не Так Чтобы Объединенные Арабские Эмираты Значит Берут Наиболее Богатые И Переливают Деньги Из Одного Эмирата В другой Там Такого Нет Каждый Этот Эмират Он Автономен Каждый Действует Независимо У каждого Свой Бюджет Чтобы Ни у Кого Не Было Сомнений Зайдите Гугл Эмират Дубай И Объединенные Арабские Эмираты Вы Этому Убедитесь Так Вот Эмират Дубай Со Столицы Дубай Добывал Нефть Около Четырех Миллионов Тон И Сейчас Это Один Из Цветущих Городов Мира Проживающим Которого Населения Там Три Миллиона А Я Вам Скажу Так Что Во Казалардинской Области Во Всей Там Около Менее 800 тысяч Человек Живет Менее 800 тысяч И Вот Этот регион Длительное Время Добывал Нефть Порядка 11 Миллионов Тон Нефти В Два С Половины Раз Больше Чем Эмират Дубай Эмират Дубай Буквально За 10 Лет Резко Поднялся Вверх Это Эмират Который Состоял Из Пустынь Море И Потом Когда Нашли Нефть Эта Страна Быстро Развилась Перестроила Организовала Туризм Построила Различные Гостиничные Комплексы Логистические Комплексы Аэропорт Мощный И так далее И так далее Имея на руках Всего лишь 4 миллиона Тон Нефти Год Не один Как Козлородинской Области Но Козлородинская Область Что еще Добывает Добывает Уран Есть Аграрный Сектор Есть Река Сырдарья Но Я вам скажу Что Климатически Условия В Козлорде Во много раз Лучше Чем Вымирать Дубай Где летом Просто За 60 Постоянно В пустыне И все Прочее Но Козлородинский Регион Там можно И национальные Парки Развивать Огромная Территория Где проживает Менее 800 Тысяч Человек Где-то Приблизительно В 4 раза Меньше Населения При этом Добывали Нефть В 2,5 Раз больше Еще На этой Территории Добывается Уран То есть Невозможно Сравнивать Климатические Условия Природные Условия Богатство Козлородинского Региона С Эмиратом Дубая И вот Представьте Это Крайняя Нищета Ужасающие Условия Жизни Вы просто В сторону Орала Продвиньтесь И увидите Какой ужас Как там Люди Живут Вот как В фильмах Белое солнце Пустыни Это Дома Из глины Сделаны Убитые Дороги Верблюды Нищие Люди Отсутствие Медицины Нет Воды Страшная Экологическая Обстановка Это все Называется Козлородинская Область А рядом Еще Байконур Ракеты Летают То есть Ответ На поверхности Почему В этой области Когда есть Такие Богатства Они живут Такой Нищей Жизнью Потому что Вся Мерть Растекается По карманам Узкой Политической Верхушки Во главе С ултаном Назарбаевым Доходы В регионах Не остаются Остается Мизер Все Утекает В карманы Этих Людей Вот все Все очень Просто Поэтому Вы не Удивляетесь Почему Козлородинская Область Имея Газ Нефть Уран Богатейший Регион Не только Нашей Страны Мира Живет Нищей Жизнью Потому что Верхушка Во главе С ултаном Назарбаевым Просто Дербанит Этот регион Вот собственно И все А вы Уважаемые Козлородинцы Молчите На митинги Не выходите Не участвуйте В политической Жизни Страны Шукур Тауа Говорите Что-то Иногда Просите Письма Пишите А не требуете Вот собственно Именно Поэтому Поэтому Вот Вы плохо Живете Потому что Это власть Вами Не контролируется Вот простой ответ Меня Просят Прокомментировать Вот следующий вопрос Выступление Такаева На Встрече Так называемой Евразес Вот недавно Собирались Главы государств Ну Конечно же Такаев Не глава государств Это вывеска Что он президент У него нет никаких полномочий Он даже В лучшем случае Акимов районов Назначит Если вот он Стукнет по столу Кулаком У него полномочий Есть Акимов районов Значит Но он даже Стукнуть не может Он даже Акимов районов Сам никогда Не поменяет И вот он Тем не менее Обладает статусом Главы государства Приехал на этот Съезд Так называемый Евразес Где был Путин Армянский Премьер Лукашенко И вот он Там выступил Ну и как Наши газеты Начали расхваливать О Джигет Там Токаев Стукнул по столу Кулаком И так далее Ну Вы знаете Мои отношения К Токаеву Я его не просто говорю Что он мебель Потому что я с ним работал Лично его хорошо знаю И Эта оценка К нему Приклеилась Не случайно За этот год Работы На позиции президента Вы все в этом убедились Что Мебель Есть мебель Да Вот тем не менее Он поехал туда И вот наши газеты Средства масс информации Там в ютюбе Я видел выступление Вот там Молодец Касмжомарк Ты круче Назарбаева Ты там Сказал Показал И так далее Все это ерунда Это тряпка Мебель Там как угодно Можно его называть Он не способен Даже ему Речь напишут Какую нибудь Он не способен Его Воспроизвести Четко расставить акценты Да и некому Там его писать Потому что Все речи Проверяются В канцелярии Назарбаева Правится И вот Плот до запятой Он не может Отойти от той линии Которые именно пишут Канцелярии Назарбаева Итак Что он там говорил Он говорил следующее Что вот Евразийской наднациональной структурой Объявили Средством масс информации Что мы все подготовили Сейчас президент Должны подписать Он говорит Ну как это Они же забежали вперед Мы же все-таки президенты Мы должны же хотя бы Прочитать Сказать свое слово Вот представьте себе Да Наднациональная структура Евразеса Евразийского сообщества Которое Финансируется Этими государствами Которая должна работать На эти государства Они должны Проходить экспертизу Получить согласие Каждого отдельно взятого государства Вдруг заявляют Что вот На этой встрече Будет подписана Стратегия До 2025 года Они заявляют И тут Скулит Токаев Он скулит Говорит Как же так Мы же президенты Мы же должны Хотя бы прочитать Понимаете Да Он должен был прочитать Раньше Он должен был Выставить условия Все механизмы Все договора Они отрабатываются Заранее Ставятся визы И только тогда Когда Главы этих государств Говорят Да Мы готовы Они потом Торжественно подписывают И вот этот Так называемый Глава государства Казахстана Скулит Обращается к Путину Ну вот Вы локомотив Евразийского союза Как же так Ну разве Это неправильно Мы же должны Хотя бы прочитать То есть Эта фраза Многим говорит Это говорит о том Что раньше Это настроечная комиссия Приносила им бумаги Они молча подписывали И вот теперь Когда наступил кризис Когда наши товары Не могут пересечь Попасть на территорию Российской Федерации Такая заскулил Ну как же Дайте я там Прочитаю хотя бы И что вы там написали Разрешите мне почитать Это позорное было выступление Еще я вам дальше скажу Я Мне очень сложно было Его слушать Ну вы знаете Я Отторжение полное Потому что я знаю Что это за человек Ничего путного не скажет И тут такое значит Галдеж В средствах массовой информации Что он такой джигит Ну я его послушал Вот представьте себе Что президент страны Говорит Как же так Нам надо Внимательно отнестись Друг к другу Наши товары Не попадает На территории Российской Федерации Что вот особенно Когда в условиях Пандемии Нам нужно Скорнировать Работу наших Транспортных систем Ну вот так вот Бюрократический язык Это что значит Это значит Что наши товары Подбегали к российской границе И там таможня По сути все Закрывала Не пропускала товар Ветеринарные службы Говорили что Вот там Дайте ту справку Эту справку И выбрасывали Вы видели наверное В интернете Очереди Фуры стоят И они не проходили На территории Российской Федерации Более того Я скажу Даже в условии Когда была Нормальная Как бы ситуация Не было пандемии Наши бизнесмены Не могли Свой товар Поставить На территории России Это касается Автобусов Автобусов Которые наши Собирали Бизнесмены Какие-то Другие товары Постоянно То Какие-то Сборы То Справочку Дайте Еще что-нибудь Дайте Что за Союз В котором Наши грузы Должны Каждый раз Получать бумажку Разрешения В Европейском Союзе Все автоматически Никто тебя документ Не спрашивает Автоматически Проезжаешь И все Даже в условии Когда это была Пандемия В Европейском Сообществе Да Граждане были Ограничены В перемещениях Там были Определенные Условия Требования Карантин И так далее Но Грузы Свободно Перемещаются А как иначе А здесь Получается Что 300 тысяч тонн Капусты Южном Казахстане Не могли Отправить в Россию Потому что Все было Перекрыто Мало того Что Россия Еще не пропускала Еще наши Службы Поставили блокпосты Она сгнила Как мне говорят Качан капусты Стоит 10 тенге На улице Траву Скосить Наверное Дороже Чем 10 тенге Будет стоить Вот собственно Итог Евразийского Сообщества То есть Мы имеем Такой союз Где наши Товары Не могут Свободно Перемещаться И вот Президент Страны Заявляет Скулит Нам надо Бы Лучше Наладить Взаимодействие Транспортных Систем Такая Дитиеватая Фраза Он должен был До этой встречи Организовать Давление Добиться Чтобы Все эти Ограничения Были сняты И там На этой встрече Где собирается Глава государств Констатировать У нас нет Никаких проблем Это по сути дела Дипломатической Встречи Когда собирается Телевидение Средства массовой информации Обычно Глава государств Фиксирует Что да Все успешно А что мы Потому слышали Мы услышали Скулеж Президента Казахстана Я считаю Что он прямо Унижал Нашу страну И еще Обратить внимание Президент страны Говорит там Следующие слова Что вот Наднациональная комиссия Евразийская Там оказывается Директора департамента Заместители Директор департамента Они В основном Представляют Россию Это президент страны Обсуждает На встрече Где собрались Главы государств Статус Директора департамента Зам Директора департамента Хорошо Что я не услышал Что он там Охранника Не обсуждал На этой встрече Вот представляете Уровень президента И там Еще интересные слова Звучат Оказывается В связи с тем Что Россия Финансирует В большем объеме Эту комиссию Содержание Это значит Она продавила Условия Что пропорции Именно в соответствии С финансированием То есть Если они 90% Профинансировали Значит Все сотрудники Представители России И вот Сидит Скулит Токаев Ну как же так Это неправильно А что же Вы такое подписали Типа Мы вот пошли На уступки Вот сейчас Должны вернуться А зачем Нужна такая Комиссия Которая Принимает Односторонние Решения В пользу Одной страны Зачем Мы находимся В таком Евразийском Сообществе Зачем Мы подписывали Какие-то документы И потом Приезжает Токаев И средства Масс информации Говорят Какой он же гид Такой герой Путину Два слова Сказал Владимир Владимирович Извините Пожалуйста Можно я тут Поскулю Немножко Вот собственно Вот все это и было Теперь смотрите Дальше Что он говорит Это вообще Любой Международный Обозреватель Любой другой Продвинутый государств Услышав Что сказал Токаев Они были бы Поражены Они бы Смеялись Что он говорит Что оказывается В Казахстане Принято решение 24 склада Так называемые Распределительные Как они говорят Оптово Распределительные Центры Будут строиться И там 5 миллионов тонн Разной продукции Будет распределяться Слушайте Как может президент страны Обсуждать строительство Каких-то складов Какой-то аграрной продукции Президент страны Решает важные Стратегические Принципиальные вопросы Связанные Межгосударственными Отношениями В конце концов Принципиально С развитием Бизнеса Хотя это в функции Премьер-министра И он сидит Рассказывает О каких-то складах Аграрной продукции В мире Сфера бизнеса Никаким образом Не регулируется Чтобы президент страны Говорит Что я склад Страт построить в Шемкенте Или в Восточном Казахстане Все его освистают И обсмеют Потому что это делает бизнес Они получают финансирование Если это рынок требует Если это выгодно Бизнес в пустыне Построить что угодно Под землей Вырыть котлован И построить что угодно Если это выгодно Если это невыгодно Зачем это делать И почему государство Этим занимается Сейчас при Назарбаеве Получилась Выстроена следующая система Они за счет государственных средств Шарахают строить Склады Или никому не нужны Заводы Ленточки разрезают Они не работают В интернете Вы найдете массу таких примеров Почему? Потому что этим занимаются Чиновники А чиновники Они просто рубят капусту В момент финансирования 10% 20% 30% От суммы финансирования Крадут Потом Что называется Трава не расти И вот президент страны Сидит Обсуждает Какие-то 24 Склада Которые Они намереваются Построить в Казахстане А теперь говорит А давайте мы Вот везде Склады такие построим По евразийскому сообществу Просто позорные Неграмотные выступления Ни с точки зрения Как президента Ни как экономиста Вообще я поражаюсь Кто вообще Ему такие вещи готовил Я когда был министром Я Ну Первое время Был наивным Я думал Ну Наверное там Руководит администрации Назарбаева Слабый И плохо ему Пишет речи Плохое выступление Готовит И по этому поводу Часто к нему приходил Возмущался Говорил Вы еще Как не как президент Выступаете Ну например Идет Собирается Акимы областей Министр И так далее И вот он В то время был Акимом области Кустанайской области Сергей Кулагин И вот он его поднимает И кричит Ты что там На таком-то углу На таком-то повороте Города Кустанай Повесил щит Там твоя фотография Рекламируешь себя что ли Ты президент Или я президент Мне было на этом Совещание стыдно Я к нему зашел Говорил Вы что говорили Кто вам такую речь написал Как может президент Страны Говорить о каком-то щите Каком-то закоулке Какого-то города Кустанай Вы чем занимаетесь Кто вам такие речи пишет Это наверное Ваша рука администрации Я на него нападал На этого рука администрации Говорил Вам надо его гнать Надо ставить Современного руководителя Который вас готовит И вот представьте Мне было стыдно Когда я услышал Что президент Казахстана Рассуждает О каких-то складах Потом еще более смешно Он говорит А давайте Маркировку товаров Не будем делать Ну давайте мы Хасунжимар Скажи Давайте ящики По 20 килограмм А не по 15 А давайте Эти палеты Не 20 А 10 А давайте Поезда у нас Будет по другому ездить Это что за президент Страны Который вообще Вообще Не обладает Никакой квалификации Более того Я считаю Прямо позорил Нашу страну Не случайно Там Путин сидел Наклонял голову И Ну ему было видно Неудобно Но неудобно Не потому что Критиковали Как бы Россию Нет Неудобно было Сидеть с такими Неквалифицированными людьми Которые по сути дела Роняют и его уровень Как президента Крупной страны Вот собственно Если говорить о том Какое было выступление Там Тукаева Она была позорная Она была позорная Оскорбляющая честь И достоинством нашей страны Я с ним Много раз ездил Разные поездки В Россию И я потом Просто его отодвинул От всех переговоров Потому что он все время Там Одну и ту же мантру Произносил Мы дружим Между нами Тысячелетний договор Дружб подписан Я пробиваю квоты На экспорт по трубам Расширяю их Он меня дергает за рукав Говорит Ты очень жестко ведешь переговоры Надо мягче Мягче Не надо Так вот Ну а потом мы добиваемся результат Он говорит Как ты этого добился Игру Что вы Не мямлил Как ты Вот так добился Это президент Мямля Который фактически Нас позорит На международной арене Он ничего не умеет Не знает Вы видите Его низкий профессионализм Внутри страны И понятно Что такой человек Не может гордо представлять Нашу страну И никогда При таком президенте Наша страна Не будет Уважаемой страной Никогда не будет Вот моя оценка Его Выступление На встрече Евразес Следующий вопрос Мне говорят Здесь на митингах Люди просто кучкуются Есть ли в вашей команде Лидеры Чтобы лидеры Озвучили требования Остальные соглашались Кричали Да требуем Уважаемые друзья Мы регулярно говорим Как мы организовываем митинги Во-первых К митингу мы заранее готовимся Минимум Несколько недель До месяца бывает Мы заранее Собираем Пожелания Митингующих Выставляем Готовы плакаты И на эти митинги Люди идут Уже четко Сформулированные требования Во-вторых Всегда на этих митингах Есть активисты Так называемые лидеры Лидером может стать Любой человек А с учетом того Что мы в течение месяца Транслируем требования Печатаем плакаты Делаем видеоролики Конечно же На этих митингах Безусловно Есть и будут лидеры Другой вопрос Что Режим Заранее Какой-то Состав этих лидеров Выявляет Блокирует их дома Задерживает накануне И так далее Но Нас это не должно Останавливать Как я говорил Если на митинге Будут выходить Десятки тысяч Режим Ничего не сможет сделать Какие бы они Не выставляли Кордонной полиции Когда эта масса пойдет Никакая полиция Не сможет Это удержать Поэтому На митингах Мы безусловно Будем Заранее Озвучивать требования Заранее Эти требования Будем проговаривать Слушать Ваше мнение И конечно Я буду пользоваться Тем Что вы будете Сейчас писать Свои комментарии Мы таким образом Будем Улавливать Настроение людей И выдвигать Те требования Которые являются Злободневными Ну а что касается Лидеров Лидеров Должно быть много Их должно быть тысячи Не один какой-то Человек Все время говорит Вот вы прилетите Казахстан Тогда мы пойдем Друзья Я не 20 метровой высоты Я не в броне Не окружен танками Если я появлюсь Это не значит Полиция куда-то Разбежится Более того Силой является Сам народ Десятки тысяч людей И все Полиция беспомощная Будьте лидерами Будьте вы Потому что Эти перемены Нужны В первую очередь Самим гражданам Вот еще Интересный вопрос Мне задают Я его Оттранслирую Потому что Ну даже Такого типа Вопросы В свое время Назарбаев Озвучил Как не смешно Ну если Сам Назарбаев Такого рода Вопрос Озвучивал Ну давайте Мы Озвучим Эти вопросы Озвучим 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 Кому Из Нуждающихся Помог Ну и Типа Может быть Вы Эти на митинге Только Озвучиваете Слова Нур-Султан Бор-Султан И организует Митинг Только в этом Вы считаете Ваша польза Ну давайте Чтобы Я Почему Этот вопрос Принял Потому что Он Ну часто Встречается И не обязательно Это Нур-Боты Это Много Заблуждающих Людей Есть Которые Вообще Не понимают Что такое Политика Не понимают Что такие Партии Претенденты И так далее Ну давайте Мы Пойдем От Казахстана И так Возьмем Тукаева Давайте Мы Зададим Тукаева Вопрос Сколько Ты мостов Построил Ханчак Куй Присал Какую Ты Помощь Оказал Бедствующим Людям Только Потому Что Ты Работал Министром Иностранных Дел Стал Президент Давайте Ему Отрисуем Вы Знаете Что Тукаев Построил Мосты Построил Здание Построил Больницу Ну конечно Же Нет Или Вы Может Знаете Что Султан Назарбаев Тоже В свое Время Стал Президентом Казахстана Построил Мосты Жертвовал Деньги И так Далее Ну он Ж был Чиновником Откуда Мог И Тукаев Ну давайте Ладно Хорошо Следующий Вопрос Есть Например Трамп Президент Вы Знаете Сколько Он денег Пожертвовал Построил Мосты И тому Подобное Оказал Бедствующим Помощь Или Возьмем Президента США Барака Обаму Который Был Просто Простым Сенатором Может Был Мосты Построил Бабушек Через улицу Переводил Ну Или Возьмем Канцлера Германии Ангелу Меркель Который Уже Длительное Время Возглавляет Германию Есть Там Должность Президента Но Она Представительская Канцлер Это Человек Который Решает Все Политические Экономические Вопросы Страны Знаете Что Она Мосты Строил И так Далее Нет Ну Или Возьмем Президента Франции Макроуна Который Поработал В бизнесе Там Год Два И Потом Пошел На выборы Стал Президентом Этой Страны Ну Давайте Мы Вспомним Путина Может Путин Построил Мосты Детские Дома Что То Такое Сделал Что Стал Достойным Президентом Вы Знаете Он Был Директором ФСБ Федеральной Служб Безопасности Как Наш КНБ Раз Стал Исполняющий Обязан Премьер Мисс Стал Президентом После Этого А Нет Тогда Просто Это Говорит Вопрос Говорит О том Что Человек Который Задает Этот Вопрос Он Не Понимает Что Такой Президент Премьер Министр А На Самом Деле Это Все Просто Политические Деятели Или Просто Граждане Любые Которые Становятся Политиками Тогда Когда Они Борются За Власть Хотят Возглавить Правительство Или Стать Президентом Страны Они Выходят Со своей Программой Реформирование Страны Эту Программу Озвучивает Ездит По Регионам Собирает Сторонников Затем Идет На Выборы И на Выборах За него Люди Голосуют Потому Что Они Голосуют Не Просто За Этого Человека Не Только За То Что Он Определенного Роста Спортсмен И Тому Подобное Нет Или Потому Что Он На Улице Кого Перевел Или Потому Что Боксер Или Потому Что Он Подарил Как У Тимуратов 6 Миллион Долларов Нет Они Голосуют За свое Будущее Они Голосуют За этого Человека Потому Что Верит Верит Его Профессиональным Качествам И Верит Что Он Добьется Этих Перемет В соответствии С Своей Программе Которую Назвучил Я Забыл Кстати Сказать Что Такой же Вопрос Зеленскому Президент Украины Он Был Актером Комиксом И так Дали И Сейчас Президент Украины И Вся Украина Его Поддержала Вот Как В мире Происходит Выбор Премьер Министра Или Президента Голосует За Программу Ну И Если Уж Вопрос Все Таки Я Хотел Барашид Да Мне Все Время Задают Какую Вы Пользуйтесь Сделали Казахстан Уважаем Друзья Я На Эту Тему Уже Много Раз Еще Несколько Лет Назад Выступал Я Скажу Следующее Я Вам Буквально Несколько Примеров Приведу Я С нуля Создал Бизнес Ну Просто С нуля Что Называется Был Джинсов И Футболки Когда Решил Заниматься Бизнесом Жил Во Обшежитии И Через Буквально Несколько Лет Через Пять Лет Моя Моя Бизнес Группа Вошла Число Ведущих Групп Страны У меня Работали Тысячи Людей Мои Предприятия Платили Огромные Налоги Суммарно Ну Я Даже Это Я Говорю О 90 Годах Я Скажу Что Например Когда Я Возглавлял Несколько Лет Банк Банк В год Зарабатывал Ну Например По 2007 Году Я Долларов Прибыли И Если Суммарные Налоги Посчитать Только За Один Год Банк Заплатил 200 Миллионов Долларов Налогов Что Такое 200 Миллионов Долларов Это Годовой Бюджет Какой Нибудь Области А Мы Каждый Год Платили Такие Налоги Около 200 Миллионов Долларов Я Только С Одной Сделки С Которой Заработал 200 Миллионов Долларов Заплатил Сразу 20 Миллионов Долларов Налогов Сразу 20 Миллионов Долларов На эти Деньги Можно Содержать И детские Дома И Благотворительные Центры На 200 Миллионов Долларов Вообще Можно Всю Страну Завалить Медицинским Оборудованием Это За Один Год Чтобы Вы Понимали Далее Каждый Год Мой Банк Финансировал Разные Проекты В Стране В Среднем Ежемесячно Банк Около 500 Миллионов Долларов Еще Гасили Но Суммарно Около 12 Миллионов Долларов Что такое 12 Миллиардов Долларов Это 6 Городов Алматы 6 Бюджетов Годовых Бюджетов В зависимости От курса Будем считать Что около 2 Миллиардов Долларов В год Сейчас Меньше Бюджет Города Алматы 2 Миллионов Так вот Мой Банк Финансировал Проектов Вы понимаете Масштаб Того Что я делал 6 Городов 2 Миллионного Города Алматы Ежегодно И на эти Деньги Покупалось Оборудование Строились Новые Заводы Строились Здания На эти Деньги Строились Дороги На эти Деньги Получали Рабочие Места Десятки Тысяч Я же даже Не говорю Что в банковской Группе Было около 10 тысяч Человек Которые Постоянно Получали Заработную Плату Очень высокую Самую Высокую В стране Платили С них Налоги На эти Налоги Выплачивались Пенсии Заработные Платы Бюджетным Работникам Что вы понимали Масштаб Того Что я Делал Не просто Там Один Мостик Построил А Десятки Сотни Миллион Долларов В результате Моей Деятельности Поступало Бюджет Страны Если Кто-то Хочет Понять Ну и Дальше Конечно же Смешно Когда мне Построили Мост И так далее Просто Эти люди К сожалению Не понимают Чтобы мост Построить Это функция Или государства Или строительной Компании Которые Размещают Заказ Например Правительство Построит Мост На это Нужно Разрешение И так далее Это строят Строители Это то же Самое Задать вопрос А сколько Операции Вы сделали Хирургических Людям Гланды Например Вырезали Вы сделали Помогли Людям Это вопрос Хирурга Строить мосты Это вопрос Строителя Который Получает За это Деньги А если Кто-то Бесплатно Что-то Дал Это вопрос Его Отношения Готов Помочь Или нет Так вот При банке У нас Существовали Программы Только при банке Я говорю Каждый год Мы финансировали Проекты На сумму Около 15 миллионов Долларов Безвозмездно Поэтому Вы должны Прежде чем Такой вопрос Задать Просто Послушать Мои выступления И чтобы Понимали Масштаб Финансирования Масштаб Поддержки Благотворительности Был одним из самых Высоких В истории Нашей страны В истории Нашей страны А если Вы видите Что Тимур Кулебаев Пожертвовал Там Какие-то 10 миллион Доллар Вы всегда Должны знать Что Тимур Кулебаев Крадет В год Просто так 700-800 Миллион Долларов С одного Контракта 300 миллион Доллар Перебрасывает В свои Гоги Ашкенази С одного Контракта А ворует Миллиарды И потом Отдает 10 миллион Долларов И вы Там Говорит О здорово Или Булат Назарбаев Сидит На Рынках Алматы Астаны Контрабанда Китайских Товаров Миллиарды Долларов Не один Миллиарды Долларов Воруется На контрабанде Между Китаем И Казахстаном Потом Он в шардере Устраивает Той 30 тысяч Наших Бедных Нищих Казахов Приходит На этот Той Встречает Этого Вора Радуется Что он Сделал Бесплатный Плов Все Телевидение Показывает Его Сопровождают Полиция Все Радуются Ой Бой Баке Какой Он Герой И вот Такой Вопрос Из Этой Серии Это Такие Вопросы Часто Мне Задавал Назарбаев Говорит Ну Ты Чего Вокруг Министерства Там Дороги Отремонтировал Я Говор Слушай Министерство Четко Имеет Бюджет И На Другие Цели Не Имеет Тратить Никакие Средства Не Имеет Права Тратить Это Министерство Четкий Бюджет Зарплата Командировка Аренда Помещений Все Оплата Тепла Если Дорога Дорога Относится Кому Городу У города Есть Бюджет Как Министерство Финансировать Дорогу Около Министерства Или Что Вы Попробуйте Выйти на Улицу Там Столб Лампочка Сгорела Или Подкрутить Вас Посадят Потому Что Столб Ну Во-первых Это Вы Будете Нарушать Технику Безопасности Там Специальные Люди Которые Имеют Разрешение И право Проводить Такую Работу Имеют Право Залезть На Этот Столб И у Меня Назарбаев Спрашивает А там Вы Столбы Отремонтировали Дорогу И так Далее Это Безграмотный Президент Поэтому Конечно Я не удивляюсь Когда Такие Вопросы Потому Что Безграмотный Президент Обрек Нашу Нацию На Низкий Уровень Образования Где Все Продается И такие Вопросы Идут Потому Что Сам Президент Такой Был Понимаете Вот Собственно Я отвечаю На вопрос Кто Что Сделал В Интернете Полно Тому Что Я Сказал Миллиарды Долларов Инвестированные В Страну Сотни Тысяч Рабочих Дороги Бюджет Областей Пенсионеры Благотворительность Все это было В гигантских Масштабах Но это Никакого Отношения Не имеет К тому Что Именно Такой Человек Должен Прийти Возглавить Страну Нет Вы Что Хотите Булата Назарбаева Который Плов Раздавал Или Там Украл И Потом Что То Раздал Детским Домам Вы Хотите Такого Президента Что Ли Нет Президент Страны Должен Быть Тот Который В состоянии Вывести Страну На новый Уровень Создать Сильную Развитую Экономику Он должен Профессионалом Ему люди Должны Верить Знать Что Он Состояние Это Сделать Квалифицированным Человеком И Он Должен Прийти Со Своей Программой По Изменению Жизни Миллионов А не Отдельного Маленького Домика Или Отдельного Я просто Говорю Это Цена Нахождения У власти Этого Позорного Президента Который Превратил Народ Рабов И Сейчас Мы Находимся В яме И думаем Как же Из нее Выйти А единственный Способ Это Выйти На улице Добиться Смены Режима Здесь Следующий Вопрос Мне задают Без Революции Борьбы Ничего Не изменится Если Людям Не раздать Денег Никто Не выйдет Нужно Людям Поймем А кто Будет Раздавать Деньги Первый Вопрос Второй Кому Нужно Изменить Эту Жизнь Кому Вы Же В основном Основная Часть Населения Живете Плохо Если Вы Плохо Живете И Вы Говорите Да Плати Мне За то Чтобы Я Пошел На Митинги Чтобы Я Себе Сдел Лучше Жизнь Это Же Странно Допустим Вы Живете В Квартире Я Здесь У Себя В Квартире Убирать Не Буду Детей Кормить Не Буду Одежду Покупать Не Буду Я Есть Не Буду Если Ты Хочешь Чтобы Я Здесь Жил А Сосед Ему Говорит Ну Ты Что Плохо Живешь Ну Ты Что На Работу Не Идешь Ты Что У Себя Там Мусоришь Квартире Почему Ты Плохо Так Живешь Пришел К Нему В гости Поразился А Он Говорит Своему Соседу Давай Ты Мне Заплати Я Уберу Свою Квартиру Я Буду Кормить Своих Детей И Вообще Я Готов Есть Только Тогда Когда Ты Мне За Это Заплатишь Что Скажешь Сосед Покрут Около Виска Пальцем Скажешь Сумасшедший И Скажет Ну И Сдох С Сознание У Людей И Это Опять Же Виновата Наша Пропаганда Оказывается Если Ты Хочешь Изменить Свою Жизнь К Лучшему Кто Тебе Должен Заплатить А Почему Тебе Это Нужно Ты Хочешь Изменить Свою Жизнь Ты Хочешь Жить Лучше Твои Дети Голодные Значит Ты Должен Колотиться А Не Кто Тебе За Это Должен Заплатить Деньги Это Очевидно Вот Собственно Революция Должна Пройти Сознание Людей Если Вы Хотите Перемен Если Вы Хотите Лучше Жить Вы Просто Должны Сделать Шаг Действовать Не Говорит Эй Ты Давай Прилети Сюда Давай С Нами У Кого Жизнь Плохая Кому Надо Ее Изменить Вам И Поэтому До Тех Пор Пока Вы Это Не Осознаете И Не Выйдите На Улицу Вместе С Миллионами Таких Же Бедных Людей Которые Не Могут Найти Работу Не Могут Найти Место В Этой Своей Стране В Своей Я Хочу Сказать В Своей Стране Не Чужой До Тех Пор Никаких Перемен Не Будет Никакой Революции Не Будет Никто Деньги Раздавать Не Будет За То Что Вам Чтобы Стало Лучше Это Будет Смешно Сосед Вам Будет Деньги Раздавать За То Что Вы Накормили Своих Же Детей Это Жди Правильно Ну Еще Вопрос Мне Задают Вопрос О Введении Новых Поправок Трудовой Кодекс Статья 112 О Том Что Теперь В связи С тем Что Режим Чувечайное Положение Отменили И Обязали Работодатели Выплачить 42500 Тенге Во Время Карантина Ну Это Типичный Прием Назарбаева Знаете Как Он Тут Хвастается У 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 День Говорит Давайте Перечисляйте Однодневную Заработную Плату Потом Его Родственники Создают Фонд Бригемис Собирает Деньги По 10 Миллион Долларов Собирает 40 Миллион Долларов Вроде Как Раздают Потом Прибегает Правительство Говорит Нашему Бизнесу Плохо И Там Кулебаев Алья Назарбаева Булат Назарбаев И Все Ближайшее Окружение Построив Никому Не Нужно И Там Больницу С Нуля Не Известно Там Почему Они Строили Для Чего Потом Прибегают И Просят Миллиарды Долларов Помощи Так Называем Вот Собственно Эти Люди Таким Образом Действуют Они Типа Помогают По Копейкам А потом Там Вытаскивают Миллиарды И Вот Эти Люди Что Они Делают Перекладывают Ответственность Объявили Режим Карантина Чтобы Не Платить Эти Ничтожные 42500 Тенге И Переложили Его На Работодателя Так Называем Малый Средний Бизнес Слушайте Бизнес Не Работал Два Месяца Рынок Упал Услуги Некому Было Оказывать Все Сидели На Карантине Доходов У Бизнеса Не Было Парикмахерские Рестораны Не Важно Любая Деятельность Торговый Центр В конце Концов Деятельности У них Не Было Что Делает Назарбаев С Так Они Говорят А Теперь Вы Будете Выплачивать Так У этих Предприятий Еще Кредиты Есть А Им Говорят А Вы Теперь Будете Платить 42500 Тенге Но Что Это Значит Это Значит Отношение Этой Политической Верхушки К Бизнесу Если Бизнес До Последнего Момента Маневрировал Находил Свою Нишу Вы Сегодня Получили То Что Заслужили А Именно Эта Власть На вас Плюет Потому Что Вы Не Хотите Бороться За Свои Права Вы Думали Где-то Сидите В Сторонки И Вас Минует А Вот Вам Накидал Этот Режим Подарок И Что Это Значит Это Значит Будет Череда Банкротств Потому Что Предприятие Будет Не В Состояние Выплачивать Эти 42 500 Тенге И Конечно Же Насчет Когда Мне Задают Вопрос Законности Ну Конечно Же Это Законно Они Оформили Сделали Поправку Пока Люди Сидели На Карантине Они Внесли Поправку В закон И По сути Обязали Работодатели Выплачивать Эти 42 500 Тенге И Это Удар По Бизнесу Если Говорить Коротко Что Это Значит Это Прямой Удар По Бизнесу Когда Эта Власть Говорит Что Мы Помогаем Бизнесу Нет Они Помогают Только Своему Бизнесу Как Я Приводил Пример Они Помогают Своему Бизнесу А Всему Остальному Бизнесу Они Не Готовы Помогать Своему Бизнесу Они Вытаскивают Вот Эти Миллиарды Долларов Под Видом Помощи А Другому Бизнесу Не Своему Они Вот Ближайшие Несколько Месяцев Вы Сами Уже Видите Уже Ухудшения Произошли Они Дальше Будут Стремительно Нарастать И Поэтому Вы Будете Все Ром Перед Выбором Быть С Народом Участвовать В этих Акциях Протеста Финансировать В конце Концов Или Вы Просто Обанкротить И Все Ваши Предыщие Накопленные Средства Они Просто Будут Съедены В Кратчайшие Сроки Вот Собственно Я На этой Ноте Хотел Бы Завершить Сегодняшний Эфир По Митингам Я Сказал Мы Скоро Объявим Как Карантин Завершится И Собственно Поэтому Я Сделал Перерыв Видя Что Люди Сейчас Занимаются Решением Своих Проблем Я Сейчас Буду Стараться Почаще Выступать Присылайте Свои Вопросы Сау Волг До